Универсиады, на вашем счету 155 наград высшего достоинства и всего медалей 292. Это, конечно, блестящий, просто потрясающий результат. Спортивным соперничеством универсиада не ограничивается. Это уникальная возможность вести международные и межнациональные диалоги, укреплять дружбу между молодыми людьми разных стран. Я ещё раз поздравляю вас с убедительной победой на универсиаде в Казани. Желаю вам новых успехов и, конечно, новых триумфальных и красивых побед. Одна из участниц встречи поинтересовалась, как президент относится к утверждению, что универсиаду в Казани выиграли профессиональные спортсмены, а не студенты. К сожалению, в нашей стране всегда были люди, которые в случае каких-то успехов, побед, где-то за бугром у наших конкурентов, всегда громко щёлкали языками и щёлкают до сих пор. И говорят, ах, какие они молодцы, ну куда же нам с нашей мордой в калаш нырят, как у нас в народе говорят. И говорят, что нашим сиротам не до этих высот. А вот когда случаются такие яркие победы, как в вашем случае, начинаются причитания по поводу того, что что-то не так. Так, вы знаете, как хочется им посоветовать, чтобы они сами занялись спортом. Если есть вопросы к здоровью, обратились к доктору. Здесь люди все взрослые. Могу сказать, в конце концов, попробовали Виагру. Может быть, это поможет. И жизнь наладится, развернётся какими-то красивыми, яркими сторонами, и они увидят будущее. Я считаю, что это разговоры, что называется, в пользу бедных. Меньше нужно об этом говорить, меньше слушать, двигаться вперёд. Спасибо.